В эфире «Утро. Карачаево-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем предпоследний день января с погоды. В эфире «Утро. Карачаево-Черкесия» на телеканале «Россия». Охрана прав несовершеннолетних на половую неприкосновенность и полноценное развитие является одной из наиболее актуальных задач и приоритетным направлением уголовной политики Российской Федерации. Начальник отдела участковых уполномоченных полиции подразделений ПДН МВД Карачаева-Черкесии Кемал Гербеков представил статистику за 2023 год. Отметил снижение процента совершенных преступлений на территории республики. Он выступил с докладом об эффективности мер по предотвращению и пресечению преступлений насильственного характера в отношении несовершеннолетних. Совместно с представителями органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проведено 938 рейдов. Проведено 3173 общепрофилактических мероприятий, таких как лекции, круглые столы. Из них 1613 перед учащимися учебных заведений, 469 на родительских собраниях и 115 – это по средствам массовой информации. В ходе заседания обсудили проводимую работу по защите прав несовершеннолетних на территорию Рубского района. Было отмечено, что с детьми и их родителями проводят профилактические беседы. С несовершеннолетними работают социальные педагоги и психологи. Акцент разъяснительных бесед делается на пресечении травматизма и насилия подростков. С отчетным докладом выступил заместитель главы Рубского района Казим Тимиров. В течение года на постоянной основе с сотрудниками ПДН совместно с ответственным секретарем комиссии посещались все общеобразовательные организации района, то есть 13 общеобразовательных учреждений. Осуществлялись профилактические мероприятия, направленные на раннее пресечение правонарушений в подростковой среде. Проводятся лекции на актуальные для нашего времени темы с показом видеороликов, фильмов и разъяснениями. Об организации работы по гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи в образовательных учреждениях рассказала Гока Гербекова. Она отметила, что программа направлена на создание комфортных психологических условий для нормального развития успешного обучения детей. Вовлечение подростков в социально-массовый досуг имеет эффективность проверенную временем. Растет число детских и молодежных патриотических объединений. Возросли уровень и эффективность проводимых мероприятий, в которые ежегодно привлекаются более 32 тысяч учащихся и более 7 тысяч студенческой молодежи. По итогам заседания был принят комплекс решений, направленных на защиту прав и профилактику совершения преступлений несовершеннолетних. Дарья Тендит, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия.